Международная патриотическая акция «Диктант Победы» в этом году прошла в третий раз. К ней присоединились 80 иностранных государств. В 85 регионах Российской Федерации было организовано более 16 тысяч площадок. Одна из них работала в АХЕ. Уже традиционно, можно так сказать, наш городской округ присоединяется к акции, к всероссийской акции «Диктант Победы». Проходит она ежегодно на базе седьмой школы. Принять участие может любой желающий, необязательно обучающийся образовательных учреждений. Процедура эта абсолютно бесплатная. «Диктант Победы» проходил в виде тестирования. Всего в задании 25 вопросов по тематике Великой Отечественной войны. 20 заданий федерального уровня и 5 регионального. На ответы дается 45 минут. Пользоваться гаджетами, книгами или другими источниками информации на «Диктанте» не разрешается. Перед началом работы проведен инструктаж. День проведения «Диктанта Победы» на площадке сдачи запрещается. Пользоваться средствами связи, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации. Выносить с площадки бланк ответа, задания «Диктанта Победы», фотографировать задания «Диктанта Победы». Разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения правил, ваш результат выполняет... Суть акции – проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. При результативном прохождении данного диктанта выпускник или абитуриент может получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Написать диктант можно было и онлайн на официальном сайте «Диктант Победы.рф». Для участия также необходимо было пройти регистрацию и подать заявку. Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» организована в рамках федерального проекта «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Содействие в проведении акции оказало Министерство образования Сахалинской области. Итоги диктанта Победы подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на Парад Победы 2022.